12 команд из 7 городов, всего около 230 участников, родителей и тренеров, приехали в Славутищ на традиционный турнир по дзюдо. А турниры хорошо отзываются, поэтому и приезжают сюда с удовольствием. И привозят совсем юных и уже опытных дзюдоистов. А когда все спортсмены выстроились на торжественном открытии, сразу ветераны стали вспоминать, о как даже до последнего раз в московском фоке собиралось так много дзюдоистов. Так и не вспомнили. Я рад сегодня приветствовать вас на этих ежегодных соревнованиях. Надеюсь, что они будут расти. Славутищ в который раз доказываю, что город Славутищ, город молодежи, город спорта, город спортивного образа жизни. Я желаю вам в этих соревнованиях проявить себя, желаю, чтобы они прошли без травматизма, при честном судействе, удачных вам боев. И поскольку я сегодня не могу желать конкретной команде победы, я желаю победы всем вам. Но сделаю маленький намек. Сегодня Славутищская команда по футзалу женская заняла первое место в чемпионате Украины по футзалу. Тонкий намек. Традиционная минута молчания в честь погибших чернобыльцев. И гимн Украины. Все как на высококлассном международном турнире. И, конечно, без спонсоров подобные масштабные соревнования не обходятся. Помог и с полком, и КДЮ США, и ФКСТ, и даже частная компания Омега Консалтинг Групп. Главный стадия соревнований пожелал всем участникам турнира побед. Выступает очень много участников, поэтому каждому желаю успехов победить, хотя это нереально. Но если не на этих соревнованиях, то на следующих. Удачи вам всем. И после небольшого перерыва сразу на двух татами начались поединки. Кому-то удавалось сразу провести хороший прием, но большинство схваток проходили в упорной борьбе. КОНЕЦ Конечно, Олегу Геннадьевичу Копылову было сложно. И организатором быть, и отвечать на вопросы гостей, и в то же время уделять и своим спортсменам внимание. И поэтому мы договорились с Олегом Геннадьевичем Копыловым о том, что подведем итоги этого турнира мы уже на первой тренировке после соревнований. В понедельник мы побывали на тренировке юных дзюдоистов, которые после соревнований, а многие из них принимали в них участие, резвились и развлекались над татами, как обычные дети, вылетевшие погулять во двор. Приход тренера восстановил более серьезную атмосферу. И началась разминка. Мы в свою очередь поздравили заслуженного тренера Украины Олега Геннадьевича Копылова с успешно проведенным турниром и поинтересовались его впечатлениями. Мы же два года не проводили турнир. Этот перерыв у нас был связанный с ремонтом ФОКа. Наконец-то мы более-менее привели его в порядок, в нормальное состояние. Пригласили людей. Думали, что будет еще больше. После перерыва, я думаю, было 230 участников посчитали, 12 команд. Приняли, как могли. Получилась накладка с олимпийцем. Решили вопрос. Все пошли на встречу. Все нормально. Выкрутили ситуацию. Нормально все провели. Планировалось маленько больше медали. Но для них после перерыва, я же говорю, что они как бы еще не обкатаны у нас. Одно золото у нас, одно серебро и две бронзы. Хорошо боролись. Грищенко Илья занял пятое место, проиграл за бронзу. И Евтушенко Глеб тоже сражался молодец вообще. В 32 килограмма тоже за бронзу проиграл. Чуть-чуть не хватило. Занял пятое место. Ну а так вот. Не, ну так нормально. Все как бы отражались. Все отборолись по три, по две, по четыре схватки. Нормально. Ну я так понял, с энтузиазмом ниже появился. Теперь появилось желание побороть тех, кто их обыграл. Ну оно никогда не пропадает. Ну тут лично соревнования. Ну да. Тем более, что у них как бы это такой первый турнир. Вот именно в родных стенах. Да, как бы. Потом и все по Киевам, да по Нижнам. Призерам турнира дали послабление. Освободили от первых 15 минут тренировки. И они собрались в кругу, общались друг с другом. Самый серьезный и рассудительный из наших призеров оказался Ерохов Иван. Он занял второе место. Ну а как тебе турнир? Понравилось? Все понравилось. Я первую схватку проиграл, но остальные три боролся и боролся. А были какие-то очень серьезные соперники? Ну серьезнее, чем вот эти вот, те, что сзади тебя сидят? Ну в основном серьезней Паши. Был только один, с кем я получил вторую схватку. А самой неразговорчивой была серьезная Дарья Ерохова. Но зато у нее первое место. Самое интересное то, что я заняла первое место. А вот Щедракова Арина, хоть и заняла третье место, абсолютно не расстроена. Впечатлений много и она, пожалуй, самая оптимистичная. У нашей команды призеров турнира такой улыбающийся живчик. Две проиграла и третью полувыиграла. Полувыиграла, что такое заформирование? Ну, да. Как бы так получилось. Ну как вообще на турнире? Было интересно? Да, интересно. А почему интересно? Потому что всех остальных оболтусов ты уже знаешь, а там были новые и непонятно. Да, новые. Да, да. Ну, познакомились там с девочками, играли, пока ждали схваток. Смотрю, тебе больше игра понравилась, чем схваток. Нет, да. А какие-то новые приемы увидела, вот как тебя побороли там первое место? Нет. Нет? Все то, что ты умеешь? Да, да. Ну, а что ж тогда третье? Получилось так. Получилось? А в следующий раз? В следующий раз попробую на первое место. Стены московского фока украшают новые баннеры. Стало даже как-то уютнее. Видимо, спонсоры помогли. Нам очень сильно помог ГУБ, ГУБ управления проектом во главе с генеральным директором. Спасибо им большущее вообще. Помогли нам денежно и вообще молодцы. Вот я давно мечтал об этом. Наконец-то вот мы благоустроили фок, красивенько у нас стало, свежо, так уютненько. Вот. Ну и всем остальным, кто мне здесь помогал, дай Бог им счастья и здоровья. И дальше пусть помогают. Вот только окна верхней части фока по-прежнему, как и до ремонта, выглядят плачевно. Как напоминание о двухлетнем ремонте, в котором пока не удалось поставить окончательную точку. Ну начали уже делать ремонт, значит, ну да, давай идите уже до конца-то, что уже ждать. Ну страшно смотреть, окна все побиты, черные, ну и что это. Очень было приятно, столько гостей. Да, и утеплить обещали фок тоже. Не утеплили, не утеплили окна, как были у нас в ужасном состоянии. Так вот, так вот, еще вот эти сетки кошмарные, ну как караул, короче, вообще. Каменный век. Вот тогда его как же сделали этот фок 30 лет назад. Вот так вот эти стекла и стоят же, никто не мыл, ничего, они-то потрескались же, черные. Ну надо уже, если сделать ремонт, ну как дома, я надеюсь. Дом уже не будешь делать, ремонт сделал, а стекла не помыл. Пока чудоисты самостоятельно разминаются, мы поговорили о сложностях в организации таких многолюдных турниров и о ближайших соревнованиях. Да, народу много, и каждый дергает туда-сюда, знаешь, как оно обычно. Надо то, надо то, надо то. С одним сделаешь, пока идешь делать одно, уже тебе по пути еще 3-4 занять, да, 3-4 задания каких-нибудь. И ничего, справились, все нормально, как обычно. Ну, суета навсегда. Попали. Да, ну нормально, нормально, я считаю, все хорошо. Турниры следующие у нас отборочные у нас будут, наверное, или в Василькове, или в Белой церкви, еще точно не знаю. Это будет чемпионат Украины по молодежи до 23 лет, будем отбираться. И Украина в мае, молодежка до 23 лет. И Украина по юношам 3-4 год будет в Киеве в июне месяце, там 6-го, что ли, числа. Вот к этим двум стартам основным, к молодежной Украине и к юношеской Украине. Сейчас будем готовиться. Человек, ну да, есть 4, сколько мы, 4 человека готовим. 4 человека должны, ну до 23 лет у нас Гомон одна поедет, Кристина, а по юношам 3-4 год, там 3 человека у нас отбирают, я думаю, что они отберутся, достойно выступят на Украине. Хорошо, пожелаем тебе удачи. Когда на мастер спорта уже будут? Надеюсь, надеюсь, не в этом году, так в следующем точно. Ага, после ремонта? Да, да. Сначала стулья, потом мастер спорта. И небольшой совет для родителей. Я всегда поддерживаю, чтобы родители были на тренировке, им не надо присутствовать, а вот на серваниях поддержать, это очень полезно и им, и ребенку.